Почему вы обязаны в США оплачивать налог даже за ту недвижимость, которую полностью выкупили? На что идут эти деньги? А также какие штаты отличаются самыми высокими и самыми низкими налогами на недвижимость? И где эта ставка выше, в Калифорнии или Техасе, куда, по слухам, все бегут из нашего штата? Приветствую вас на своем канале о недвижимости в США. Меня зовут Светлана Юкин, и я риэлтор в Лос-Анджелесе. Итак, при покупке недвижимости в США вы обязаны оплачивать property tax. Это фиксированный процент от стоимости покупки недвижимости. Процент этот ставка отличается в зависимости от штата и зависит от, как я уже сказала, стоимости покупки. В среднем американцы тратят 2470 долларов ежегодно на оплату налога на недвижимость. И многие из них, получая счет на оплату этого налога в октябре или ноябре, задаются одним и тем же вопросом. На что и куда идут эти деньги, если люди уже выкупили недвижимость полностью? Немного предыстории. Согласно проведенному опросу Ассоциации Tax Foundation, которая существует уже более 80 лет в США, именно налог на недвижимость, property tax, является самым ненавистным среди всех налогов, которые подлежат к оплате и взиманию с граждан США. К тому же это единственный налог, подлежащий к оплате во всех 50 штатах США и при этом имеющий самую долгую историю, так как взимается уже больше 225 лет аж с 1796 года. Согласно отчету Южной Каролины, в последние 30 лет при оценке благосостояния среднего американца, то есть Net Worth, произошло смещение приоритетов с оценки денежных активов человека в сторону оценки его недвижимости, которой он владеет, так как Real Estate Appraisals более аккуратны в своих оценках, чем люди. Поэтому американцы, оценивая свой собственный капитал, ориентируются в первую очередь на свою недвижимость, которой они владеют, а не на состояние своих банковских счетов. Наибольшая часть налога на недвижимость, которую вы оплачиваете в США, уходит на содержание местных государственных школ. Размер отчислений каждый штат и район устанавливает самостоятельно, в зависимости не только от количества школьников, но и от размера общины, которая заинтересована в создании благоприятной образовательной инфраструктуры в этом районе. Второй приоритет финансирования за счет налоговых сборов property tax – это полиция, безопасность и библиотеки. Это то, за что многие жители единогласно готовы платить. В районах, где полиция исправно исполняет свои обязанности, недвижимость стоит дороже. В качестве примера хотела бы привести полицию Беверли-Хиллз, которая считается одной из самых быстрых в США и приезжает на место за 90 секунд. Третий приоритет финансирования – это содержание местной инфраструктуры, городских парков, дорог, подземных коммуникаций, всего, что обслуживает инфраструктуру района. Пискальный налоговый год в США отличается от календарного и длится с 1 июля по 30 июня. Счета для оплаты property tax вы будете получать ежегодно по почте, где-то в октябре-ноябре. И первая его часть будет подлежать к оплате до 1 ноября, а штрафы начнут взиматься уже после 10 декабря. Вторая часть налогового счета подлежит оплате до 1 февраля, а штрафы начинаются после 10 апреля. Поэтому, если вы закрываете эскру, скажем, 15 ноября, вам учитывайте, что вам необходимо будет иметь дополнительный запас средств на покрытие тех налогов, которые продавец уже оплатил заранее. Оплачивать налог property tax вы можете любым из удобных для вас с четырех способов – онлайн картой на сайте, указанном в счете, который будет приходить вам по почте, банковской картой по телефону, наличными в офисе или чеком по почте. Налог на недвижимость в США оставляет фиксированный процент от стоимости покупки недвижимости, именно не кадастровой, оценочной или рыночной, а от стоимости покупки вашей недвижимости. Но стоимость имущества может меняться с течением времени. Она будет зависеть от уровня ремонта, который вы будете проводить в процессе проживания в вашем доме, от количества пристроек, которые вы со временем, возможно, добавите к вашему дому, от наличия добавленного бассейна, гостевого дома. То есть любые улучшения, проводимые вами в процессе жизни, будут соответствующим образом отражаться на оценочной стоимости вашей недвижимости. Переоценка стоимости недвижимости проходит раз в год или раз в два года в зависимости от штата, где вы живете. Если вы не делаете никаких существенных изменений в вашем доме, то ваш налог на недвижимость будет в целом составлять одну и ту же сумму из года в год. Что происходит в случае, если вы не платите ваши налоги на недвижимость в США? Во-первых, начинают накапливаться штрафы, которые со временем увеличиваются как снежный ком. Во-вторых, банк может наложить обременение на вашу недвижимость, так называемый ЛИН, и он будет действовать до тех пор, пока вы не выплатите все налоги на недвижимость. Ну и третье, и самое неприятное, это вы можете потерять свой дом, или он может уйти на так называемый форкложе. Среди всех 50 штатов США наиболее низкая налоговая ставка на недвижимость сейчас в штате Гавайи составляет 0,28 от стоимости покупки недвижимости. Топ-5 самых доступных штатов с точки зрения налога на недвижимость также входят Алабама, Луизиана, Колорадо и Дистрикт оф Коламбия. Самые высокие налоги на недвижимость США в штатах Вермонт, Коннектикут, Нью-Хэмпшир, Иллинойс и Нью-Джерси. Нью-Джерси возглавляет список самых дорогих штатов с точки зрения налога на недвижимость. Налог там составляет целых 2,5% от стоимости покупки. Калифорния находится в этом списке на 16 месте, и налог в нашем штате в среднем составляет всего 0,76% от стоимости покупки. Стоимость налога на недвижимость в Лос-Анджелесе составляет около 1,25%, а в соседних округах Вентура и Оранж-Каунти средний налог на недвижимость чуть меньше 1%. Для сравнения, в Техасе, с которым так любят сравнивать Калифорнию, в последнее время налог на недвижимость один из самых высоких в США и составляет 1,8%. Если учитывать, что во многих городах Техаса, включая такие города, как Остин, цены на недвижимость очень сильно подтянулись практически до уровня калифорнийских, то этот налог на недвижимость может составлять весьма ощутимую сумму. На сегодня все. Буду рада, если информация из сегодняшнего выпуска окажется полезной для тех из вас, кто планирует покупку недвижимости в Калифорнию. Я, как всегда, буду рада помочь вам с покупкой дома, вашей мечты в нашем солнечном штате. Если вам понравился мой сегодняшний выпуск, подарите мне, пожалуйста, свой лайк, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч в нашей теплой солнечной Калифорнии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!